Данный курс читается в рамках Пакта Витент, который является крупнейшим порталом Европы по изучению творческих личностей и творческих коллективов. Материалы для этого проекта собирались мной с 1979 года. Надо предупредить, что наши материалы несколь сложные, сколько непривычные для обычного мышления, поэтому нужно смотреть их очень внимательно и слушать, а также рекомендуется записывать. Как вы будете вести конспект в компьютере или в блокноте – это ваше дело. Лично я рекомендую вести в блокноте, поскольку иногда удобно не только записывать, но и зарисовывать те идеи, которые оглашаются в рамках нашего курса. Соответственно, у нас принято в русской академической научной традиции обращение со всеми исключительно по имени-отчеству. Поэтому, если вы зарегистрированы в Ютубе как красная шапочка, пожалуйста, это ваше право, но у нас в чате вы будете писать себя как красная шапочка, а в скопах полностью имя, отчество, фамилия. В противном случае вы просто будете удалены модератором. Причем удалены навсегда. Соответственно, у нас есть вопросы. Несколько видов. Первый вопрос – это в конце какого-то логического куска, когда закончилась тема. И они задаются в чате. Если ваш вопрос существенно отличается от объявленной тематики лекции, то вы снизу экрана видите, как его задать по специальному формуляру. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Отдельно добрые вечер, кто у нас впервые. Для тех, кто у нас впервые, значит, очень важно знать, что я рекомендую конспектировать, поскольку материал не столько сложный, сколько непривычный. И без конспектов это показывает, взять на слух-то его на тяжело. Ну, в крайней частности, можно делать скриншоты, например, вот этого оглавления для памяти. Второй момент – у нас совершенно нормальная ситуация, когда люди, в том числе имеющие научную степень, эти видео пересматривают. Я служу по переписке. Поэтому, вот, соответственно, вот так вот. Следующий момент, особенно для тех, кто впервые, вы видите, что у нас люди в чате представляются имя, отчество и фамилия. Такова научная традиция общения. Это избавляет от нужных эмоций, позволяет людям друг друга в чате больше уважать. Поэтому, если вы хотите, чтобы на ваши вопросы А заметили, Б ответили, значит, исключительно имя, отчество и фамилия. Как вы регистрируетесь на Ютубе – это личное ваше дело. Но здесь только так. То есть такие правила. Итак, сегодня тема довольно сложная, довольно головоломная, психологически очень неприятная. Но судя из ее названия. Но, тем не менее, где-то под конец учебного года ее нужно было дать, поскольку, в общем-то, такие вопросы накопились. Я надеюсь, что скриншот уже сделан. Плюсики мне поставлены старослужащими. Это означает, что мне там слышно и видно. И в таком случае я прошу дать следующий слайд, пожалуйста. И вот, соответственно, как же было, мы сейчас поговорим о творческих планах, чтобы их построить и в голове, и в реале, и так далее. Значит, ближайшие наши планы, такие из крупных событий, 24 июня будет юбилейная, 40-я конференция стратегии творчества. Она очная, я сразу говорю, то есть в Петербурге. Изначально эта конференция делалась для Питера, но по факту люди стали приезжать из разных городов. Бывает даже из-за границы. Сейчас я немножко подробнее расскажу. Следующая конференция, об этом сейчас тоже буду говорить. Пожалуйста, слушайте внимательно. Кто хочет на нее попасть, она бесплатная. Сама конференция бесплатная. Но, как бы, там нужны некие действия сделать. Далее, есть мастер-класс. Он проводится обычно 1-2 раза в год по созданию своих творческих продуктов. Что это будет? Это будет тренинг, это будет мастер-класс, это будет книга, сайт, там что-то еще, что-то еще. Это уже дело 10. Это платно. Он будет проходить в воскресенье 25-го числа. Вот, соответственно, далее, просто-напросто мы, естественно, уходим на лето. Летом вещания не будет. Будут, может, какие-то объявления, какие-то частные обсуждения в небольших коллективах, которые ведут отдельные проекты. Ну, соответственно, уже будет вот 61-я очная встреча. Это третья неделя. Третья неделя. Опять-таки, к нам приезжают люди. Обычно после лета у нас лета просто полный зал. И питерцев, и не питерцев, поскольку у людей накопилось много вопросов. А качество нашего портала, качество нашей работы позволяет давать ответы, которые ни одна другая организация в стране давать не в состоянии просто. То есть, этим занимаешься 38 лет. Поэтому полностью отвечают на свои слова. Второй организации нет, которая может отвечать на ряд вопросов по творчеству. К сожалению. К сожалению. И, соответственно, он уже подходит у нас к концу. То есть, вероятно, в июне мы перейдем в такой более спящий режим. Одиночные лекции, которые будут отдельно сделаны на объявлении. И так далее. Это вот план, что называется, с птичьего полета. Плюс, здесь мне поместилось в октябре. В октябре у нас юбилей портала. И так получилось, что в этот же день мне 60 лет. Поэтому, ну, это праздник, который пока не поместился, но мы как-то его отметим. Естественно, ударным научным трудом, а ничего более. Ну, пожалуйста, следующий слайд. Вот, соответственно, есть конференция, в которую вложено безумное количество сил. И люди, понимающие мероприятия, понимают, что такое некая конференция номер 40. Это очень много. И вот, соответственно, там есть несколько принципов, которые, прямо скажу, как правило, интеллигенция с первого раза не понимает. Вот это очень важный момент. В том числе для новичков, кто в чате. Опыт показывает, что статистически не понимают, понимают единицы с первого раза без подсказки. Поэтому необходимо эти подсказки сделать. Соответственно, мы занимаемся теорией творчества, по которой, строго говоря, очень мало чего сделано к 2017 году. Есть масса деклараций, сегодня об этом будем отдельно говорить. Но что-то качественно сделано единично, причем не только в стране, а в мире. Соответственно, творчеством интересуются очень разные люди. Это могут быть преподаватели, это могут быть учителя, это могут быть отдельные предприниматели, преподаватели творческих индустрии, владельцы книжных магазинов. Очень-очень разные люди. Опыт показал, что, учитывая конференция 40-ая, что если мы будем ставить нормальную цену на эту конференцию, на них зарабатывать, мать ищем очень много славных людей, ну, просто вот барьер перед ними. То есть, для них, не для всех, есть несколько тысяч заплатить, это барьер большой. Поэтому мы делаем это мероприятие бесплатным. Повторяю, бесплатным не потому, что это халява, а потому, что мы даем доступ. В определенном смысле я это говорю для будущего, потому что, я думаю, по аналогии с другими проектами, лет через 10, я надеюсь, либо я, либо мои ученики будут рассказывать следующее студентам, что был такой город Санкт-Петербург. Некто Викентьев большими усилиями делал в центре города, почти на Невском проспекте. Бесплатное мероприятие. И большинство педерской интеллигенции было даже не в состоянии это оценить. Соответственно, что скажут студенты по этому поводу, вы примерно знаете, кто работает с студентами. Но вот сейчас я уже в том возрасте нахожусь, когда я работаю на историю, а не на набор, на очередную конференцию. Вот далее. Следующий момент. Качественные доклады. То есть, у нас доклады будут посильнее. Есть очень сильные доклады. Есть доклады средние. Есть доклады, что называется, на варс. Но, соответственно, есть некоторый уровень. То есть, вот просто халдуя на конференции, я не пропускаю. Потому что она не стоит в мое имя. Это достаточно основание. Я ее финансирую. Мне помогают несколько людей. Большое им дать спасибо. Но, тем не менее, я основной инвестор этой конференции. Соответственно, имея опыт конференции с середины 80-х годов, могу сказать, что обычно на других конференциях бывает один-два доклада в день, которые вообще можно послушать. Я не сказал, что они блестящие. Я сказал, что их можно послушать. К сожалению. У нас, в принципе, можно слушать все. И так далее. Но это требует определенной ответственной работы. И следующий принцип, который интеллигенция с первого раза не понимает, что вся демократия исключительно за ваш счет. На конференции демократии нет. Сейчас я объясню, почему. И, пожалуйста, следующий слайд. Пожалуйста, следующий слайд. Вот, соответственно, для участия, еще раз подчеркиваю, сама конференция 24 июня бесплатная. Ну, если кому-то нужно поехать с другого города или прилететь, извините, это мы, естественно, не оплачиваем. Это ваши деньги. Ну, соответственно, скажем, да. Значит, нужно посмотреть, чтобы правильно понимать. Вот есть пятиминутное видео. Вы сейчас видите его на экране. Ссылки его можно найти. Кто не найдет, пожалуйста, посылайте. Я дам ссылочку. Значит, еще раз. Вот это как раз, пожалуйста, посылайте. Сегодня посылайте, посмотрите. Второй момент. Значит, соответственно, опыт показал, что мы проводим бесплатную конференцию. Нам довольно тяжело дается. Опыт показал, что мы всех просили на портале. Пожалуйста, делайте репосты. Опыт показал, что 10% людей нас слушают. Мы сделали сплошной обзвон участников конференции с той же самой просьбой. Делайте, пожалуйста, репосты. 10%. Соответственно, мы писали в письмах. Пожалуйста, делайте репосты. Поэтому вот это богадельно закончилось. Значит, кто не делает репосты, не участвует в конференции. Вот демократия, демократия за ваш счет. Демократия за ваш счет. Умные на этой фразе растут, глупые обижают. Ну, очень хорошо. Глупым нам не нужно. Поэтому просто, если мне некоторые кандидаты наук любят рассказывать сказки, что их нет в социальных сетях, значит, вы нанимаете блогера, у которого есть в социальных сетях, который делает за вас репосты. Не позже 11 июня. Репосты накануне конференции мне не нужны. Последний срок 11 июня. Вот на 11 июня все должна быть сделана. Вот. Ну, как правило, с репостами мы уже немножко разобрались. И, соответственно, следующий момент, где делать репосты, пожалуйста, написано. Не можете прочитать, не знаете, как найти. Пишите письмо. Я напишу сегодня, до утра вам отвечу, короче. Далее, соответственно, мы уже публикуем с апреля ряд докладов, черновиковых докладов в губых облаках. У нас вычитывают люди не те доклады, которые им нравятся, опять-таки, да, а все. Вот такие у нас правила. если человек не вычитывает докладов, соответственно, он не появляется на конференции. И, соответственно, на последнюю, 39-ю конференцию, говорят фразы, для истории по умнению интеллигенции не было допущено порядка 50 человек, которые посчитали, что вот они сами будут решать, что они будут делать. Они будут. Пожалуйста. Но на конференции вы не принимаете участие. А это лучшая конференция по данной тематике в стране. Остальные просто нам не сравнимы. Просто нам не сравнимы, да? Вот, соответственно, я надеюсь, сейчас массовое поумнение в чате. Массовое поумнение в чате и так далее. Далее объясняю, почему так делается. Опыт показал, что если доклады не вычитываются, у нас всегда находится несколько человек, которые начинают спрашивать докладчика, а как вы понимаете эту тему, она что означает, а вот читали ли вы такую книжку и так далее. Вот это мусор. Этот мусор, он может быть кому-то важен, значит, поэтому у вас было несколько месяцев, вы могли спросить об этом в Google-облаках. Когда выступает докладчик, то есть, можно разъяснить какие-то сложные моменты для понимания. Бывают сложные моменты. И самое главное помочь докладчику. Докладчик полгода работал на нас. Соответственно, мы концентрируемся на конференции, мы начинаем пытаться уже на конференции развить доклад докладчика. Такое на других конференциях не бывает. Они даже не знают о таком режиме работы. У нас бывает. Поэтому мусорные вопросы мы отсекаем. Поэтому, еще раз, будет народу меньше, но качество выше. Поэтому, соответственно, кто хочет, пожалуйста, я всех приглашаю. Это бесплатно. Но у нас все работают. Даже если человек не хочет. Соответственно, периодически люди мне пишут письма, что они очень заняты. В таком случае, объявляю еще одно правило, которое нет на экране. Говорить в моем присутствии, что кто-то занят, неприлично у нас считается. У меня есть очень веские основания так говорить. Поэтому, я рассказываю сказки про занятость, про нет меня в социальных сетях и так далее. Кто хочет участвовать, пожалуйста, с регистрацией, далее по алгоритму. Вот на этом такие наши веселые вещи закончены. Соответственно, мы отбираем сильных. Сильных, интеллектуальных и выливых. Кто не может преодолеть барьеры, которые, в принципе, берет старшеклассник, в нашем мероприятии не участвует. Я думаю, что все все поняли. Кто-то даже, наверное, поумнил. Соответственно, пожалуйста, переходим в следующий слайд. Вот финальное фото зимней конференции. Все докладчики. Все докладчики. Вот можно было посмотреть и так далее. Это как бы был анонс конференции. Правильный анонс, правильная конференция. По умнениям участников. Идемте дальше. Теперь непосредственно переходим к сегодняшней теме, связанной с гениями, талантами, гражданами и людьми, которые не улучшают наше совместное будущее. Вот, соответственно, вы видите фразу Петра Андреевича Вяземского. Это один из людей, с кем больше всего переписывался, один, не единственный, с кем больше всего переписывался Пушкин. Он, может быть, как самостоятельная фигура, не вошел. Он вошел в отцветах. Вот у него есть очень точное наблюдение, которое, надеюсь, вы сейчас почитали на экране, но выглядело на красном. Вот, это сказано довольно давно, и оно имеет прямое отношение к нашей теме. Вот, и, соответственно, скажем, мы идем дальше, мы идем дальше и смотрим. Вот сейчас будет новый слайд, новый слайд, который, возможно, имеет смысл сделать скриншот. Потому что, условно, условно, это любая модель, условно, вот выделено, что есть некие гении, чем они занимаются, чуть попозже. Дальше таланты. Таланты, как правило, они стоят на чьих-то плечах. Ну, в частном случае, гениев, хотя не обязательно, скажем. Дальше есть люди чем-то одаренные. Это, может, не такие крупные, как таланты, но явно лучше, чем соплеменники, сограждане и так далее. Далее, есть подражатели. Подражатели, о них с ними поговорим подробно. Как временная стадия, это совершенно правильно и закономерно. Когда человек занимается подражанием медопенсии, включая пенсию, это грешно. Таких людей много. Дальше есть приличные ученики и так далее. Что объединяют эти категории людей? Вы уже видите, что они способны на контринстинктивные действия. Причем, если гении способны в течение длительного времени, это может быть годы, а вот какие-то просто ученики, может быть, иногда, кое-где, порой, перед зачетом, что-то еще, то, соответственно, все остальные категории людей на контринстинктивные действия просто не способны. Вот почему они не способны, трудно сказать. Ну, трудно сказать. Я не знаю хороших работ по повышению нервной деятельности или психофизиологии. Почему так? Хороших работ, подчеркиваю, хороших работ. Упоминания отдельные есть, но они просто не способны органически. И, соответственно, они вот на одном уровне с месье Жабеном, Жабеном Беспевич, это наш герой видеозадачника, который всегда вылазит, когда делает какие-то ошибки, глупости, ну, что-то в этом роде. И, соответственно, это неприличные ученички, неприличные ученички. Вот граждане, просто обыкновенные граждане, как есть, как есть после школы, после вуза, вот если их не трогать, то как бы они живут в инстинкте, к сожалению, если их не трогать, как бы, да, сами по себе, есть исключения, но очень редкие, очень редкие, да. Далее, вечные изображатели, кто и понимает с подвечными изображателями, что результатов нет, но люди постоянно пыжатся и пытаются их изобразить. Как право, это наиболее характерно для столичных либо крупных городов, но, грубо говоря, для миллионников. То есть, в маленьком городке такие эффекты тоже есть, но они такие вот, ну, совсем уж детские, что ли, да, тоже есть, тоже, конечно, могут быть, да. Вот, далее, новая профессия, конца 20-го века, 21-го века, интеллектуальные жулики. По моим прогнозам, результатных жуликов будет много. То есть, это такая представляется новая генерация. Законодательство явно запаздывает по отношению к ним, но, к сожалению, они есть, к сожалению. И, соответственно, антигений, о которых мы говорить не будем, вероятно, мы успеем все-таки до конференции выложить доклад Мискевича, серьезный доклад, серьезный доклад Мискевича, который был на 39-й конференции именно по антигениям. И там как раз вот так очень хорошо встраиваются в сегодняшние изложения. Соответственно, если у вас какие-то есть вопросы, то вы спрашиваете в чате, но я продолжаю разлагать, а потом куском отвечу. Вот, пожалуйста, следующий слайд, пожалуйста. Да. Вот, соответственно, как ни странно, мы начинаем не с гениев, специально умышленно, но так будет легче, потому что слово гения, оно страшное, страшное, люди начинают невольно мериться и путаются от этого. Соответственно, мы начинаем понимать, скажем, да. Вот, соответственно, на довольно большой статистике можно сказать, что вот как можно характеризовать приличные творческие ученики. Творческий ученик должен иметь творческие результаты, иначе это еще даже не ученик. Соответственно, есть некие родители, либо родители, либо бабушка, которые дают главное, вот, некое правильное отношение к миру, то есть не бояться людей, не бояться мира, уметь чуть-чуть быть хотя бы иногда не эгоистичным, хотя бы иногда, хотя бы иногда, да. Дальше, соответственно, как правило, из числа близких, это некие дальние родственники, знакомые, соседи, бывало по-разному, вот статистика, я сейчас излагаю, появляются некоторые близкие, которые отворяют некую дверь в профессию. Причем, совершенно не важно, это может быть математика, это может быть живопись, это может быть композиторское искусство и так далее, это просто отворяет. В первую очередь, что здесь очень важно, есть несколько очень важных мыслей, что, как правило, таких наставников будет несколько, это если повезло, бывает, что не повезло, да. Второе, обратите внимание, как правило, уже где-то на 6-7-8-летнего ребенка сил взрослых не хватает. В истории есть исключение, когда родители вытаскивали детеныша лет до 16, например, посмотрите историю семьи Милли, Милли, два Л, Милли, она есть на портале Викент, не найдете, пишите и так далее. Но, тем не менее, вот здесь должен быть профессионал. Я специально не говорю слово педагог, потому что, не обязательно педагог, я говорю, это обучение творческим навыкам, точкой профессии. И, соответственно, скажем, дальше профессионал, ну, и дальше человек не останавливается, лучший профессионал. То есть, в каком-то смысле, где-то в районе 20, после 20, если вы что-то хотите себе представлять, то, соответственно, нужно обращаться к лучшим людям в мире. Не в городе, не в стране, не, боже упаси, на лестничной площадке, скажем, да, в мире. Ну, если вы хотите, если есть какие-то амбиции и так далее. Но, если не хотите, то, соответственно, вам, наверное, не на мои лекции. Вот. Соответственно, скажем, дальше очень характерно, что для учеников, большое спасибо родителям, что-то еще воспитанию, люди просто способны на невыгодные, эмоционально невыгодные, контринстинктивные действия. Вот просто способны на них. Вот, в частности, очень такой интересный момент на гигантской статистике, рассматривая тризовцев, тренеров-константов-коучей, очень простой такой индикатор. Вот, ссылается ли человек на первоисточники? Ну, или тех людей, кто его учил? Вот, соответственно, если не ссылается, есть две основные гипотезы, которые в разных соотношениях подтверждаются. Первый, человек просто некомпетентен. Ну, просто некомпетентен, и он даже не знает тех людей, кто работал вот в этой же сфере. Второй мерзавец знает, кто работал в этой сфере, и чтобы клиенты не уходили, ссылок не дает. Ссылок не дает. Он нарушает, соответственно, там, гражданский кодекс, что-то еще, что-то еще, но, тем не менее. Следующий момент для хорошего ученика, правильного ученика, человек растет. То есть, вот растет, это означает, что в течение года мы специально делаем две конференции в течение года, на которых, в общем-то, всем все ясно. Вот, когда человек читает доклад на конференции, всем все ясно. Человек работал, не работал. Это ясно самому человеку, это ясно другим докладчикам, это ясно всем присутствующим. Вот, если посмотри. То есть, человек должен не один раз что-то заработать, какой-то успех, а, соответственно, работать постоянно. Значит, отец Капица, Петр Капица, возражал как раз против больших зарплат ученым, которые дал Сталин. и он как раз доказывал, что ученые должны постоянно подтверждать свое звание, не один раз защититься и так далее. Но у Сталина был важен атомный проект, точнее, уже после этого происходяя атомный проект, он дал на какое-то время, на какое-то время сразу, не всем, он дал большие оклады и так далее. И вот, соответственно, скажем, человек не говорит, что у него есть какие-то там результаты, нет, он открыто докладывает, потому что, когда человек выходит на открытое изложение, у нас есть онлайн-конференции, есть очные конференции, опять-таки, повторяю, всем все ясно, ну, просто вот всем ясно, да, поэтому какие-то самооправдания, там, что занят, ой, не удалось, у нас не понимаются. Это неприличный уровень, который не выносится за пределы вашей комнаты, вашей квартиры, где вы проживаете, не знаю, да. И далее, соответственно, правильные ученики пытаются общаться с лучшими людьми, а не худшими. Мы сегодня дойдем до деградантов, которые всегда ищут людей, кто хуже себя и получают мощнейшее оправдание своей жизни, убожество своей жизни, что есть люди, которые хуже меня. Вот обратите внимание, это один из индикаторов, который на сегодня будет на экране, но я уже подварительно говорю. Но идемте дальше. Следующий экран, да. Вот это неприличные ученички, ученички, которые не способны на длительные контринструктивные усилия, но ума их хватает, чтобы что-то украсть и убежать. Вот, естественно, там ссылаться, упоминать, где учился, делать ссылки, вот весь этот набор, соответственно, им даже в голову не приходит просто, как-то вот это самое, значит, делать. Вот могу сказать несколько очень интересных вещей вот про таких вот учеников. несколько очень характерных индикаторов, там есть масса данных, которые написаны на экране, можете их внимательно посмотреть, переписать, сделать скриншот, пожалуйста. Вот, допустим, сначала пример из 30. Если есть такое понятие, довольно сложное, как ни в страны, идеальный конечный результат. Вот, на сегодняшний день, я вчера этим занимался, я не смог на YouTube найти человека, на YouTube, на русскоязычном YouTube, который бы не делал бы грубых ошибок и рассказывал этот материал, который появился в 73 годы. Ну, по-смоему-что, да? Какая причина? Материал довольно... Это понятие, кто не знает, тризр, прошу меня проверить, довольно навороченное, довольно сложное и которое изменилось в течение десятилетий. И, соответственно, автор тризр Геннерс Роуча Альшулера многократно предлагал тризрцам это разработать. Естественно, этот материал тризрцами не был разработан, то, что Альшулера сделал, то и используется. Далее, они не предупруждают своих зрителей, что это неразработанный материал. Это очень важно. И, как правило, пересказывают с ошибками материалы уровня 70-х годов. Хотя, есть работа Альшулера 85-го года посвящена этому. Вот, как бы, хорошего изложения я не услышал. Так вот, чем плохие ученики, они даже не в состоянии нормально транслировать то, что они получили. Даже не в состоянии. Они упрощают искажают, ну и так далее. Что классические есть такие вот те самые и так далее. Второй пример поразительный. Большое спасибо человеку, который написал справку, такую маленькую справочку на Ютубе на нашем канале. Соответственно, если вы, мать, посмотрите, можете просмотреть сейчас на Яндексе, то, соответственно, в феврале Яндекс выдавал по запросу мозговой штурм 4 миллиона записей. Ответственно, как профессионал, утверждаю, что на русском языке технология мозгового штурма не опубликована, а способна технология, опубликована попса. Соответственно, обратите внимание, вот в феврале было 4 миллиона человек, которые, значит, как бы, делились попсой, не понимая, что они делают. За что я благодарю человека, человек проверил недалеко, как вчера, и сказал, что на Яндексе уже 7 миллионов человек делится попсой. Вот, соответственно, 7 миллионов человек это безумное количество людей, которые даже не понимают, что они делают. Ну, и, наверное, им в салон-креатив в салон-креатив фотографии из Питера. К сожалению, фотографию, так получилось, что фотографию довольно поздно, значит, около 11 в Питере. Там очень-очень-очень зашарпанный такой дом, такая достоевщина сплошная, и там вот крупными буквами единственное, что освещает этот фасад, в салон-креатив. Ну, таким ученикам, наверное, в салон-креатив. Соответственно, скажем, вот, ну, остерегайтесь, остерегайтесь таких людей, ряд индикаторных признаков, значит, написано. Идемте дальше. Идемте дальше, да? Вот, обратите внимание, что у людей очень крупных, они могут жаловаться, у них может не получаться. Такое бывает, действительно. Но у людей, которые, вот такие, я отнесся таким, не очень хорошим ученикам, обратите внимание, я избыточно политкорректен, избыточно политкорректен, у них чрезвычайно развита система самооправданий. Вот, соответственно, мой совет читать, то, что написано только красным, только красным. Дальше можно пересмотреть, о чем я предупреждал. И обратите внимание, вот таких людей, с которыми не стоит связываться, вот, очень развитая психологическая защита и система самооправданий. Это один из индикаторов, что вам вместе не по пути. Но если вы, конечно, не мазохист, если вы же мазохист, а их любите пострадать, то, наверное, как бы, уничтожить действие обратное. Есть известная фраза одного из американских президентов, что мастера самооправдания редко бывают мастерами в чем-то еще. И вот еще и еще раз обратите внимание, у гениев есть результаты, у талантов есть результаты, у одаренности есть какие-то результаты, у учеников что-то начинает появляться. У всех остальных категорий есть некие самооправдания о своей жизни. Ну, еще и еще и еще раз остерегайтесь подобных ситуаций. Я думаю, что слайд просчитан, но если не просчитан, ну, пожалуйста, пересмотрите. Это открытое будет видео, пожалуйста, пересматривайте и так далее. Отлично. Ксаться и соответственно, скажем, да? Соответственно, вот был присланный вопрос, он был очень точный, он был прям под тему лекции, поэтому мы, соответственно, на фоне Финского залива, и обратите внимание, мы совершенно намеренно используем здесь шарик, такой шарик, который Финский залив перевернул. Вот есть вопрос. Он волнует многих, потому что один из противников творческих людей это ближайшие родственники. Это могут быть, не дай бог, родители, это, не дай бог, могут быть супруги, братья, сестры, там соседи, ближайшие друзья, и так далее. Вот, к сожалению, вопрос, который здесь написан, значит, имеет несколько ответов, часть из которых представлена на слайде. Значит, ну, первый ответ, первый ответ стараюсь дать метафорический. Соответственно, любой после окончания сегодняшней лекции может поставить такой эксперимент, обратиться к эклиптической розетке, ближайшей к вам, и там можно плакать, можно заклинать, там можно какие-то религиозные культы исполнять, и просить розетку, чтобы ток пошел по другому пути. Но я думаю, что вы даже делать этого не будете, потому что вы прекрасно понимаете, что бы вы ни делали перед розеткой, значит, ток пойдет по тому пути, по которому проложен провод. В принципе, единственный способ изменить ход тока, направление тока, значит, в розетке, ну, просто бросить новую линию, ну, минимум, переходник поставить, удлинитель, точнее, переходник, удлинитель, так далее. Вы прекрасно понимаете. Это аналогия довольно глубока. То есть, если человек, взрослый человек, неважно, мужчина или женщина, десятилетиями занимался только своими динстинктами по факту, то у него установилась масса связей. Масса связей наподобие проводки. Я, конечно, упрощаю физиологию высшей нервной деятельности, но тем не менее. И, соответственно, за один раз что изменить, это нереально. Что реально? Пункт номер один. Опыт показывает, что такие люди понимают какие-то глупости в стиле того, что человека показали по телевизору. Это здорово. Например, отец Высоцкого признавал его, стал его признавать как поэта, когда отцу Высоцкого сказали, что вот Володька хорошо пишет. Собственных мозгов ему не хватало на это. Понять, кто его сын. К сожалению, не хватало. Следующее, когда человек начинает получать какие-то деньги, какие-то деньги, причем как бы неважно каким путем, законным, незаконным, приличным, неприличным, люди такие понимают. Инстинктивные люди появляются на инстинктивном уровне. Деньги, слава, такие вещи, бьющие в глаза, они понимают. Третий момент, очень такая штука, которая не входит в современную педагогику, но явно будет входить в педагогику ближайшего будущего, когда получается очень мощная встряска, такая вот физиологическая встряска, и вот просто человек очень быстро перестраивается. И дальше уже можно смотреть материалы, которые опубликованы. Очень советую новичкам, просто, 100%, посмотрите, пожалуйста. Многие, благодаря за этот материал, очень коротенькие, полстранички, отличия научного и бытового мышления. И один из секретов такой творческой жизни, быт есть у всех, просто вопрос, вы умеете переключаться, это контрастептивное действие, от быта, или вы не умеете? То есть, есть масса людей, наших сограждан, к сожалению, которые просто не в состоянии, слово не в состоянии, подчеркнуть красным фломастерам, просто переключаться от быта. То есть, они играют всегда один сценарий и всегда в конце жизни проигрывают. Кто мне не верит, пожалуйста, Льва Толстого, смерть Ивана Ильича, пересчитайте, написано с брата Мечникова, не самого Мечникова, а с братом Мечникова. И вот, соответственно, просто посмотреть. Второй материал есть, Курт Левин, ударение на последнюю букву, на Левин, последнюю букву. Соответственно, иногда, иногда в замкнутом коллективе, в группе, иногда удается немножко сместить. Но, строго говоря, эта тема не исследована. Она не исследована ни сценаристами, ни режиссерами, поскольку вот толком показать очередного Иудушку Головлева, любого пола, как бы, ну, не получается. А вот, ну, нет там действий, что-то еще, просто сплошная глупость. Сплошная глупость и инстинкты, повторяющие, воспроизводящиеся. Поэтому, скажем, такого очень сильного оптимистического ответа нет. Но, тем не менее, еще и еще раз, когда человек начинается заменяться делом, большим делом, дело вытягивает из быта, из глупости, из хотелок, самопсихотерапии, зависти, глупости и прочего такого человеческого дерьма, которого интеллигенции чрезвычайно много. Большое дело вытягивает, большое дело вытягивает. Поэтому, тем не менее, хорошего ответа нет. Ну, идем дальше. Я вижу, что есть вопросы, но потом будем отвечать концентрированно, да? Вот, соответственно, скажем, пока почитайте вот эту цитату, а модераторы, покрутите мне вопросы. Отвечать я не буду, просто покрутите мне вопросы, как бы, да? Дальше начинается такая вот проблема, проблема от гражданин и творчества. Здесь несколько аспектов, мы попытались это свести в один слайд, чтобы вам было удобнее потом сделать такой небольшой каратыш, скажем, будет небольшое такое видео, посвященное вот только вот этой проблеме. Вот вы видите сверху, что действительно Генри Форд выдвинул такой лозунг, и он его действительно достиг уже в 20-х годах, что вот демократизация автомобиля, значит, вот он говорил несколько более длинно, но тем не менее, я вот выразил очень кратко видимо такого вот лозунга. И вот, соответственно, явно совершенно стоит задача демократизации творчества, то есть доступность творческих различных профессий для человека, который имеет окаянство, который имеет волю что-либо делать, что-либо делать, как бы, да? И вот, соответственно, здесь возникает несколько новых разворотов, которые, особенно для новичкам, будут чрезвычайно полезны, поскольку очень правильно установят, как бы, исходные позиции в голове. Дело в том, что так получилось, что мы провели с Александром Борисовичем Соколовым 30 конференций бизнес-тренеров, коучей, консультантов, психологов, работающих в области бизнеса и такое же примерно количество очных встреч, на некоторых которых было десятки людей, то есть довольно большое. Соответственно, я имел возможность посмотреть более трех тысяч специалистов, работающих в области консалтинга, коучинга, бизнес-тренинга и сопредельных дисциплин. Вот могу сказать, что на гигантской статистике, на гигантской статистике, вот те вещи, которые касаются, ну, такого очень-очень таких простецких бизнес-вещей, там, тайм-менеджмент, продажи и так далее, не более 5-7% людей просто понимают, что они говорят. Эти люди, которые берутся, обучаясь за деньги, за других взрослых людей, ну, и так далее. Вот все остальные, они даже плохо понимают, что они говорят, то есть они не отвечают на контрольные вопросы по их темам. Вот. 5-7% под давлением, то есть на них нужно их немножко прижимать, уговаривать, упрашивать разными людьми по-разному, они со стараниями привести простейшие задачки, которые они решили своим клиентам. 5-7%. 93% или 95%, 5-7%, они просто не в состоянии этого сделать. И, соответственно, скажем, вот так вот получилось. Если же мы говорим о творческой жизни, о решении сложных творческих, креативных задач проекта, то, соответственно, постоянные слушатели знают уже качественных материалов, неважно, видео, печатных и так далее, где-то четверть процента. Ну, иногда бывает там чуть побольше, но вообще в районе четверти процента. Грубо говоря, это означает, что одна страница из 400 минимально прилично. Я не сказал потрясающе, уникально. Я это не сказал. Я сказал прилично. Все можно считать. Все остальные, все остальное просто-напросто, они вообще просто-напросто ни о чем. То есть просто-напросто, да? Соответственно, скажем, далее следующая цифра, что ученический уровень ТРИС – это 120 часов лекционных, плюс каждый провешивает письменно 200 задач. Вот после этого некоторые навыки у некоторых людей, сразу могу сказать, опыт уже поставлен на ТРИС, начинают устанавливаться. Вот такие, цифры. Я думаю, что те, кто у нас первый раз, слышат впервые данные оглушающие, но у них есть одно довод – они честные данные. Есть еще одна штука, которая не поместилась на слайд, но очень хочется сказать. Соответственно, вот если гражданин, как есть, такая присказка компьютерная ас-иск, ас-иск как есть, по программам обеспечения поставляется как есть. Вот как есть, если просто нам что-то не делает какой-то усилий над собой, любой гражданин при наличии телевизора, социальных сетей, гаджетов и прочих вещей, он постоянно балансирует. Постоянно балансирует вот на грани скатывания еще в более низкие вещи. Соответственно, здесь возможны разные подходы. Можно поговорить о свободе творчества, свободе жизненного пути. Я, как профессионал, должен предупредить. То есть, помимо свободы, есть еще профессионализм. Не все это уже знают. Есть и свобода, есть еще и профессионализм. Так профессионал должен предупредить, что балансирование на этом уровне, оно нехорошо. Потому что падать, падать в моральном плане, в нравственном плане, в творческом плане, как заметил еще Сократ, живший до нашей эры, всегда легче, чем подниматься. Поэтому, грубо говоря, вот слой просто граждан, которые не виноваты, ничего не делали, но просто смотрят телевизор. Он старходит на состоянии опасения. Ну, и еще как бы некоторые данные Ашманова, которые утверждают, что уникального контента в Твиттере и Фейсбуке 1-2%. Все остальное где-то уже было опубликовано и так далее. Ну, вот косвенные данные. То есть, еще и еще раз, что я хотел сказать, что есть путь вверх. Он тяжел. Вот некоторые цифры, которые я либо назвал, либо опубликован, они дают об этом понятие. Есть путь вниз, скатывание вниз. Это такой всегдашний риск, который висит. Который висит и вот так далее. Вот фотография моста, отремонтированного моста. То есть, когда мост делается, то, соответственно, немного загоняется тяжелая техника, чтобы не рухнула. Вот такой вот образ я использовал. Может быть, он был сложноватый. Ну, чтобы постараться передать эту мощь. Ну, теперь идем дальше. Вот, соответственно, давайте еще, конечно, отдохнем. Вот листая старые газеты. Вот, посмотрите. Я немножко сейчас попью чай. Вы пока посмотрите. Секунд там 40. Вот чем занимаются граждане. Казалось бы, вот чем занимаются граждане. И не только граждане. Да, это действительно старые газеты. Это не придумано. Да, пожалуйста. Подождем еще секунд 15. Ну, я думаю, что прочитано. Прочитано. Думаю, что немножко отдохнули. Идемте дальше. Да. Идемте и так далее. Вот некая рабочая формулировка, основанная не на том, что мне захотелось вчера либо позавчера, а на некой статистике. Вот гений увеличивает возможности нашего вида. Ну, вида человека. Homo sapiens. Homo sapiens. Ну, либо для очень больших групп людей. То есть, если просто-напросто. И так далее. Вот. Соответственно, скажем, очень характерно, может быть, не все время, но это серьезные очень усилия. Полагаются вот такие контринстинктивные усилия. Как ни странно, при внешней простоте это неизвестно. Потому что мало очень кто из присутствующих сейчас в чате работал живыми гениями. Живыми работал. Возможно, вы читали их произведения. Возможно, вы видели по телевизору. Ну, что-нибудь в этом роде, да? Но львиная доля представлений о гениях люди получают из художественных произведений, из фильмов, как правило, глупых. Передачи глупых. Книжи глупых. Ну, и так дальше. И, соответственно, человеку, сценаристу, нужно делать конфликт. И, соответственно, вот это вот всячески забалтывается. Потому что очень трудно показать эти постоянные контринстинктивные усилия. Контринстинктивные усилия очень трудно. Соответственно, кто увлекается кинопроизводством, пожалуйста, я очень прошу вас, пришлите некоторые ссылки на хорошие фильмы, где показаны контринстинктивные хронические усилия гения. Это очень тяжело снять, в моем понимании. Но, тем не менее, возможно. Возможно, кто-то уже снял. Честно говоря, мне такое не попалось, да? Соответственно, скажем, если человек замахивается на гения, совершенно понятно, что это нужно делать постепенно. Соответственно, просто сама работа пристекает вот работа на границе и за границей познания. Причем это может быть композиторское творчество, это может быть создание новых жанров в литературе. Это может быть научная деятельность, технологическая деятельность, религиозная деятельность. Вот очень важно, что очень большой вклад на визны. Как правило, это будут не одноходовки, потому что одноходовки разобраны на предыдущих этажах, потому что понятно, что гениев очень мало, а одаренности, талантов и просто граждан с амбициями гораздо больше. Одноходовки разобраны. Поэтому, как правило, это вот за границей. Соответственно, косвенной подсказкой до хорошей работы, если мы делаем это сознательно, это наличие запретов. То есть, допустим, до Генриха Сауча Альшуллера гигантская литература. Сейчас понятно, что она фантастически глупая, феерически глупая, написанная умнейшими людьми, включая на близких лауреатов. Она была о том, что вот нельзя управлять творчеством. У нас висит только что свежее видео, можете посмотреть у нас в группах, где выступает академик в философии и рассказывает примерно то же самое. Но академик старенький, ему можно. В 2014 году. Дальше. Соответственно, учитывая, что работ очень много для людей, которые действительно делают прорыв, у которых идей действительно много, и эти люди прекрасно понимают, что идей столько, что они не смогут переварить. Такой масштаб личности. Соответственно, они открыто публикуют вот это для потенциальных последователей, учеников, вообще даже незнакомых людей. Почему? Эти люди не боятся, что если кто-то сделает, потому что все идет в общую копилку, все идет в подвижение вида, смотри первую страницу. Первую строчку, извините, страницу. Соответственно, масса других людей боятся, потому что, представьте себе, что есть какая-то лаборатория, заводик или что-то еще, и какая-нибудь девочка, практикантка пришла, посчитала темник актуальных задач и решила, зачем вот это все скопище остальных полупенсионеров, которые там работают, если одна для начальства. Значит, такие люди боятся начальства, и, соответственно, и так далее. Соответственно, далее, скажем, как правило, делается многоходовка. И так получается, что, когда уже задним числом анализируешь, гении сводят данные различных наук, различных областей воедино. Это такие очень низковероятностные, низкочастотные события, и они сводят их воедино. Ну, это, естественно, талон. Соответственно, гений, не факт, что он будет об этом писать, рассказывать и так далее. Он пытается оперировать, он интересуется людьми такого же масштаба, он ориентируется на лучших. Причем не обязательно эти люди живые, они могли уже умереть. Но есть какое-то наследие, есть книги, воспоминания. Для математика просто красивейшая работа, написано очень лаконично и так далее, вот скажем, да. И, соответственно, есть гипотеза. Это такая работа, которую я делала несколько десятилетий. Она не опубликована. Вот есть просто некие упоминания о ней и так далее. Когда мы анализируем некоторые парадигмы, некоторые устои, технологии, науки, искусств и так далее, похоже, что мы можем порождать некоторые кусты новых идей, новых наук. Обратите внимание, слово, наверняка вам речь сейчас режет слух, потому что я говорю слово наук во множественном числе. То есть сама идея порождать науки во множественном числе, она, мягко говоря, юридична. Но, тем не менее, похоже, что это так. Похоже, что это так. Поэтому еще и еще раз гений открывает нам ворота. Соответственно, а признать это нужно быть контринстинктивным. То есть кто-то есть, что лучше меня, вот это очень тяжело. К этому призывал Бородский, четкий Нобелевский лауреат, что признать, что кто-то в мире есть лучше себя любимого, это очень упрощает жизнь. Потому что есть масса мужчин, особенно молодых, которые постоянно и вечно с кем-то состязаются. Вот знаете, не сделано ничего, 40 лет, ну и так дальше. У женщин менее характерно, но есть амбициозные женщины, которым хлебом не корми, обязательно дай посостязаться, скажем. Вот, соответственно, это не туда, это не туда. Вот надо смотреть на красную строчку, где написано, что гений увеличивает возможности вида, а не состязается с соседом. Вот, как только вот это входит в голову, то есть, соответственно, человек немножко поднимается на собой. Если в голову не входит, ну, мои сожаления, да. И, соответственно, скажем, понимание хорошее мнение, как правило, никогда человек там помер, и там изучают его уже в школе. Как правило, нужно очень много пахать, чтобы просто понимать величину скачка. И, как правило, вот прижизненно понимают очень ограниченное количество людей. Некоторые эти люди могут быть конкуренты, некоторые могут быть бывшие ученики, некоторые ученики. Но, мягко говоря, это просто-напросто недоступно, недоступно рядовому гражданину. Есть очень точное высказывание Станислава Лема, на портале Weekend, ищите, не найдете, пишите данную ссылочку, что, грубо говоря, вот он уже разделяет даже гениев по уровню, что есть такие мелкие гении, похоже на правду, что Лем прав, есть крупные гении. Так вот, просто-напросто человечеству ничем понимать, у них орган такой отсутствует, крупных гениев. Наиболее крупные гении неизвестно. И очень похоже, что Станислав Лем, при всей фантастичности его занятий, он сказал очень горькую правду о нашем социуме. Очень горькую правду, похоже, что он попал. Ну, где-то близко он, по крайней мере, сформулировал. Ну, идемте дальше. Соответственно, основные риски. Учитывая, что это всегда многоходовки, есть некие тупиковые ходы, которые никто не видит, и оценить просто не в состоянии. Но это некоторые затраты, это может быть годы жизни, это потерянное здоровье, ну и так далее, и так далее. Во-первых, обыкновенному гражданину очень тяжело представить, что кто-то может тратить свои силы так, в таком... А вот, что это может быть контраинстинктивно, то есть просто лучшая психологическая защита. Просто даже не пускать это в голову. Пускать это в голову возникает очень простой вопрос. А ты сам-то кто? А ты сам что сделал? Ну, к этому же возрасту. И население не готово отвечать на этот вопрос. Не готово. Она начинает тут же врать. Ну, кто-то начинает бухать сход уже. Но, тем не менее, вопрос страшный. Ну, полезный, тем не менее, для тех, кто хочет развиваться. Далее, надо понимать, что ряд начинаний всегда бывает неудачным. То есть, этого никто не видит. Ну, может быть, видит только ближайшее окружение и так далее, вот скажем. Далее. Непонимание. Я об этом уже говорю. И, соответственно, просто нам физически не остается времени. Надо, например, смотреть за собой, заниматься своим пиаром и так далее. Как автор многих учеников по пиару. Могу сказать, что мы до этого сегодня дойдем, что как раз шушера, который там крадет чужие материалы, она тут только и делает, что занимается пиаром. Те, кто нарабатывает результаты, все силы кидаются в эту топку. И человек в этом деле загорает. Соответственно, требуется очень высокая культура, чтобы просто понимать. Ну, понимать просто-напросто, что делается для нас, для всех, теми людьми, которые делают прорыв. Естественно, там при личном общении не факт, что это будет ангелом, но потому что все силы сконцентрированы и отданы, но не общению с вами, извините, ради бога, да, скажем, да. Но, тем не менее, повторяю, понимать это полезно. Соответственно, кто нас впервые, чрезвычайно рекомендую посмотреть вот этот вот материал, отличие бытового и научного мышления и руководствоваться им при работе как в чате, так и по работе на нашем видеоканале. Потому что у нас ценится не то, что вам пришло в голову, не какие-то эмоции. Мы сегодня начали с этого нашего видео, когда ролик шел, а что новое можете сказать, как вы можете помочь другим коллегам, как вы можете помочь мне, как вы можете помочь проекту. Вот этот вопрос нас интересует. Какие-то эмоции, привычки, честно говоря, есть другие сообщества. Пожалуйста, это занимайтесь там, да. Ну, идемте дальше. Вот, соответственно, стратегии талантов. Вот очень важный момент, который есть у талантов. Таланты, в принципе, используют Петровскую метафору, что Петр прорубил окно в Европу. Как известно, сначала он пытался прорубить через Черное море, не получилось, и начало рубить, значит, через Балтику. Через Балтику, ну и через Северное море, через Архангельс и так далее. Так вот, гении, соответственно, они стоят на чьих-то плечах. Это такая древняя римская фраза, потом она была средневековая фраза, потом Ньютон сказал, что он стоял на плечах гигантов. Они стоят на чьих-то плечах. Это могут быть другие таланты, это могут быть гении, это могут быть какие-то исследователи, которые по крупицам годами собирали материал, а потом таланты вообще. Но таланты – люди более осторожные, они себя немножко берегут, они себя берегут, и по этому льду они не уходят, потому что лед тонкий, вот этот, не верю, лед тонкий, там просвечивают Академию наук, вот как раз рядышком с портретом, вот желтенькая такая, это Академия наук просвечивает, как-то там, да, кто выступал там, да, было дело. Вот, и вот они идут уже по проторенной дорожке, то есть какая-то колея есть, но тем не менее, соответственно, как бы они увеличивают тоже наши возможности. Часть их работы не под себя, что называется, а для каких-то групп людей, там, может быть, для социума, для общества и так далее, и так далее, и так далее. Но, соответственно, скажем, их стратегия – найти уже какие-то темы, которые вот начинающиеся интересные темы, вот, и как бы вперед, и вперед. Вот такие темы мы регулярно публикую, они есть. И, соответственно, скажем, из рекомендаций можно рекомендовать искать какие-то темы на стыке первого и второго этапа с S-образной кривой. S-образная кривая, для новичков, обращая внимание, написано такое S-образное, латинское S. Кто не знает, что это означает, есть видео, оно ищется на YouTube в один клик. Викентьев, S-образная кривая, ну, вот она написает S-образная, вот так вот, латинскими S-образными, и вам будет. Кто не знает, что такое S-образная кривая, сейчас рассказывать не буду. Ищите, ищите. Это контринстинктивно. Отключите телевизор дурацкий и посмотрите правильное видео. Оно вам сильно поможет, да? И, соответственно, эталон для достижения тоже не равняется на соседа, тем более на соседа-алкоголика, тоже равняется на каких-то таких крепких профи. Может быть, не гений, это слишком большое окаянство, а на каких-то крепких профи равняется. Это вот такая внутренняя и так далее. Соответственно, основные риски. Тоже нужно пахать много, но за выгодными темами охотятся другие люди. То есть, соответственно, скажем, вашу тему могут, что называется, увести, подрезать, сделать быстрее и так далее. Здесь начинаются уже вопросы приоритета. Кто сделал быстрее и так далее. Гений занимается вечностью. Настоящий гений. И, соответственно, там просто влезать в это опасно. Просто опасно. Страшно, влезать. Страшно. А таланты уже такой более приближены к реальности. И вот уже начинается что-то человеческое, скажем. Начинается что-то человеческое. Ну, идемте дальше. Вот, как бы, да. Начинаете дальше дальше. Садятся уже тактики отдаенности. Отдаенности — это какие-то люди, которые как-то так получилось. Вещь на сегодняшний день толком до сих пор не изученная. Есть безумное количество гипотез. У меня есть крупнейшее собрание в Европе гипотез. Всех 239. Называя довольно точное число. Почему так происходит? Ну, они, тем не менее, ответов на большинство вопросов не дают. Но их много, тем не менее. То есть, тоже хорошая тема для исследования. И, соответственно, тактики отдаенности, они вот уже, опять-таки, работают на точно протоптанных вещах. Но делают немножко лучше, чем остальные. То есть, здесь, грубо говоря, некоторые систематические напряжения и так далее. Одна из таких, может быть, секретов, что здесь нужна скорее не некоторый интеллект, а скорее такая воля и планомерные занятия. Воля и планомерные занятия. Далее нужно подражать профессионалам. То есть, наиболее такая выигрышная стратегия, абсолютно незатратная. Гению подражать некому. Вот. И гигантские потери на выработку инструментов. На инструментов, на подходы. Гигантские потери. Здесь уже чему-то можно подражать. И когда меня спрашивают, какая самая массовая стратегия креатива, подражание. Это характерно для высших млекопитающих, это характерно для детишек, для студентов, вообще для жизни характерно. Ливийная вещь – подражание. Но другое дело, что возникает соблазн уже у талантов и у одаренности. Как правило, в отсутствие гения, в отсутствие гения, значит, как бы люди очень подают себе такой большой статус. Очень характерный момент. Бунтарь, Горлопан, Маяковский был чрезвычайно тих, тих такой вот, молчал в присутствии Велимира Хлебникова. Потому что Велимир Хлебников, ну, был очень крут, ну, по поэтическим соображениям. Очень крут. И, соответственно, вот, в присутствии Хлебникова Маяковский как-то очень сникал. Вот в отсутствие Хлебникова он, значит, просыпался снова, все внимание на него, гений и так далее. И, соответственно, вот, как бы, уровень одаренности. Просто хлебом не корми. Если человек проживает в крупном городе, то есть, естественно, там Москва, Питер, там Варшава – вот такие города. То есть, столичные города – Минск, Киев. То, соответственно, человеку нечестно начинает блефовать. То есть, и это как раз такой сложный блеф. То есть, с одной стороны, есть какие-то результатики. С одной стороны, они есть. В другой стороне, в ней постоянно надувается некоторый блеф. Блеф может надуваться в десятки, сотни раз и прочее, прочее. Вот, соответственно, продолжая линию тренеров и консультантов, могу сказать, что, просмотрев 3000 человек и посчитав там безумное количество докладов, которые присылались, очень многие тренеры присылают доклады. И там написано фамилия, имя, отчество. И далее там 4-5 строчек титулов. Коуч такой-то, коуч такой-то, младший партнер, старший партнер, а также сертифицированный ЛПИС и так далее. И далее оглушающая цифра. Вот после первой присылки трех тысяч большого количества докладов и личного просмотра 3000 человек, я не получил одной, еще раз, одной, не банально решенной бизнес-задачей. То есть, титулы себе придумывают легко, хотя бы одну задачу, хотя бы. Соответственно, нужно было уговаривать, упрашивать, иногда просто делиться своей базой, иногда делиться своими примерами, чтобы доклады у тренеров, консультантов, коучей были приличные. Я очень советую, я знаю, что я слушаю тренер-консультанты, очень хорошо подумать об уровне вашего ремесла, и что вы продаете заказчику. Почему? Потому что вот это хроническое привлечение своих возможностей, мягко говоря, не усиливает вашу голову изнутри. Я этим занимаюсь тема 38 лет. Очень хорошо знаю массу неописанных явлений, как у интеллектуалов течет голова. Очень конкретно течет голова. Специалистов по извлечению головы нет на территории России. Психиотерапевт вам не поможет. Поэтому такие риски существуют и так далее. Поэтому, соответственно, серьезных рисков нет. Но ритуально принято жаловаться на каких-то мифических конкурентов. Но простим эту слабость, одаренность и так далее. Ну, я думаю, что материал сделан скриншот, либо можно будет его пересматривать. Мы потихонечку, потихонечку, как бы, потихонечку идем дальше, скажем, да. Потихонечку идем дальше, да. Вы смотрите, пожалуйста. Вот есть масса отзывов, что император Фридрих Великий сделал, в общем, сделал Пруссию. Он заставлял себя работать. Соответственно, вот книжка есть, вот эта самая Ганс Альтман. К сожалению, Альтман очень много попсит. То есть, книжку я не рекомендую. Не рекомендую, потому что он попсовик. А вот западный, традиционный. Но, тем не менее, вот именно по Фридриху Великого не хотелось Фридриху управлять своей Пруссией. Хотя считается, что он был император, который сделал Пруссию очень во многом. Соответственно, у него наработал специальные манеры, чтобы выходить из такого полусонного, традиционного инстинктивного состояния. Вот здесь вот перечислены, значит, три стратегии. Альтман перечисляет, по-моему, семь. Ну, там, допустим, декламация не Россина, а как бы какого-то другого автора и так далее. Но, тем не менее, обратите внимание, что человек понимал, что у него занимает ответственный пост. Вот фрагмент его дворца, красивейшего дворца и так далее. Вот он должен брать себя за волос, как Барона Мюрнхаузена, происходящего примерно из тех же земель, примерно по направлению, и вырывать себе из этого болота. Вот он себя заставлял, а он такие моменты наработал. Соответственно, отличная исследовательская тема, конвертируемая и в науку, и в деньги, что-то еще. Где-то в районе 275-й темы исследовательской, которую я даю. Это, соответственно, некоторые такие микротехники, как гражданин, обычный гражданин, может вырывать себя и пытаться все-таки залезать на более высокие творческие уровни. Тема, похоже, очень актуальная и в научном плане, и в практическом. Хорошие рекомендации, честно говоря, мне не известно. А я владелец крупнейшей базы тематической, поэтому по направлению гениальности, талантов, и вырывать всего лишь. Хорошие, способные. Отдельные заклинания есть. Поэтому, возможно, кто-то из слушателей возьмет. Ради бога, пожалуйста. Мы даже помогать будем, когда у вас будут первые результаты. Ну, идемте дальше, да? Идемте дальше, да? Пожалуйста. Вот, соответственно, скажем, Шопенгауэр заметил эффект. Об этом, в принципе, писали и до него, скажем, отдельные упоминания. Но он написал наиболее шикарно, что когда общество становится в социуме довольно богатым, соответственно, там заводятся паразиты. Потому что просто есть на чем паразитировать. То есть, условно говоря, вот на гладком льду паразитируют не на чем. Потому что там лед и все-то, скажем, да? А когда социум становится относительно богатым, появляются некоторые паразиты, в том числе в интеллектуальной сфере, которые, ну, и паразитируют. Шопенгауэр был один из первых, кто очень четко подметил явление. Значит, другой человек, который подметил это явление, Федор Михайлович Достоевский. Ну, просто, чтобы вас не утомляет с цитатами, я решил упомянуть одного человека, и так далее. Вот, да? На всякий случай, для новичков сообщаю некоторую потрясающую вещь, которая меня самого удивила. Что у нас одна из самых потрясающих посещаемых категорий еженедельно, со дня открытия портала, мы объединены по счетчикам, это такая есть тема деградации творческих личностей. То есть, российскую интеллигенцию на портале о гениях интересуют вопросы деградации. К сожалению, посещение разделов по гениях, к сожалению, меньше. Наверное, российская интеллигенция, а также украинская и белорусская, которые к нам ходят, ну, к сожалению, ищут правду себе. Значит, пососедствует деградация творческой личности. У нас есть деградация страны, деградация тусовок, групп, деградация обычных граждан. Они посещаются на порядок меньше значимого посещения. То есть, наверное, интеллигенция сама себе поставила диагноз, и мы, мое дело, профессионально, вежливо еще раз поакцентировать. Остерегайтесь, остерегайтесь. В индивидуальных, творческих, креативных профессиях есть свои риски. Они, по-своему, страшны, они не видны. И так далее. Ну, я думаю, все прочитано. Да, на всякий случай фотографии Достоевский здесь присутствует. Это квартал Достоевского, сфотографированный в отражении в канале Грибоедова. Квартал Достоевского перевернутся, которые здесь у нас есть. Давайте дальше. Хватал Достоевского. Да, давайте дальше. Где я родился, кстати. Ну, неважно. Вот теперь есть люди, когда в 20 веке, они в конце 20 века появились, а вот задача которых... Главная задача, они просто не в состоянии делать нечто контраинстинктивное, только если очень-очень-очень нужно. Соответственно, для удовлетворения своих инстинктов они используют других людей, в частности вас, кто сейчас находится в чате и так далее. Вот любой. Значит, если нужно соврать, врется. Ловишь на вранье, говоришь как правильно, уже не может не врать. Вот, к сожалению, такого много в интернетах и так далее. Более того, как правило, там очень мощные оправдания, самооправдания вот таких вот неэтических поступков. У людей это включено. Этим, этой болезнью, она не диагностируется как болезнь. Болеют преимущественно мужчины, хотя женщины тоже есть. В чем, как правило, это касается именно крупных городов. Соответственно, это родовой признак, все, в принципе, написано на экране. Это удовлетворение своих инстинктов. Цена вопроса любая. Ну, за ваш счет. Но главное, что за ваш счет. Иначе они просто не понимают, не умеют и так далее. Одна из вещей тоже очень характерная. Эти люди, как правило, какие-то длинные многоходовки, хотя они могут быть хитрыми по своему дальше, но длинные многоходовки они делать не в состоянии. Ну, просто не в состоянии делать. Просто вот так вот получилось, сложилось, что, к сожалению, просто не в состоянии делать. Вот, и соответственно, по поводу многоходовок хочу рассказать одну историю, образную. Некоторые такой критерий. Соответственно, смотрите, что можно жить и как-то существовать на коротких рефлексах, напрочем. Вы наверняка наблюдали, вы могли наблюдать у детей, ну, не дай бог, у родственников, у знакомых, у сотрудников есть такой эффект. Допустим, несколько человек, в том числе и вы, заезжаете в гостиницу. И, ну, сейчас гостиница относительно приличная, там более-менее обранная. Ну, обычно более-менее обранная. Ну, и, соответственно, там вечером куда-нибудь собираетесь пойти, там что-то еще, и заходите к знакомым. Обычно сели с рядышком на одном этаже в номер. И вот видите, что утречком все было разложено нормально во всех номерах. У некоторых, вот в номерах, как правило, это женщины, у них это все аккуратно. Там стоит любимая чашка на столе, ну и все, в общем-то, да. Заходишь к некоторым мужчинам и, соответственно, скажем, у них бардак в номере. Почему? Это алгоритм из одного шага. Человек кладет вещи, ну, свои либо гостиничные, не на то место, где они должны лежать. То есть, лубная щетка должна лежать, наверное, вот в сантехническом блоке, да. А где удобно положить? Еще раз. Вещь кладется не на место, а где удобно положить. И, соответственно, за день, за день, значит, соответственно, номер пробытает, такой нормальный бардак. Потом приходит гурничная, более-менее раскладывает. Ну, понимаете, да? Это возобновляется. Вот, как ни странно, интеллектуальные жулики, они не в состоянии делать что-то сложное, длинное, на длинных дистанциях и прочее. Ну, это как защищает наше будущее, наверное, этих людей. Ну, что могу? Остерегайтесь, остерегайтесь. Сдемте дальше, да, скажем. Вот, следующий момент. Значит, вот это продолжение интеллектуальных жуликов, как бы. И, соответственно, вы прекрасно понимаете, что материалов там, как правило, нету. А вот, но, тем не менее, люди могут испортить ваше будущее. Какая есть метафора? Вы прекрасно знаете, что если вы ошибаетесь хотя бы в одной цифре в телефоне, то, соответственно, вы, ну, не дозвоните до нужного абонента. В поисковиках вы можете набрать какое-то словночко с ошибкой, но если ошибка частотная и там одна ошибка в слове, скорее всего, вам более-менее правильно и выдадут, скорее всего, да? Но, тем не менее, вот, делание ошибок в такой неизвестной области, как интеллектуальный труд, творческий, т.е. креативный труд, могут повести, к сожалению, к весьма-весьма печальным. Вот, соответственно, здесь пример вы видите человека литературных кругов, который откровенно паразитировал. Вот такое очень распространенное московское явление. В Питере такое тоже есть, намного меньше. Такое московское явление. Паразитировал на каких-то литературных книгах, которых сам же и сделал. Ну, вот, очень-очень такой характерный пример. Я думаю, что каждый взрослый человек может привести в своей жизни такие примеры. Ну, хотя бы будущее оберегайте таких людей, не связывайтесь. Надежды перевоспитать их нет. Ну, они не перевоспитываются. Соответственно, кто хочет посмотреть более подробно какое-то количество десятков примеров, ну, пожалуйста, есть целая подборка. Она неоптимистична, ну, как бы для повышения квалификации стоит ее посмотреть, скажем, да? Ну, идемте дальше. И вот, соответственно, очень красивая метафора. Я не думаю, что не стоит мне читать с экрана. Значит, я немножко выпью чаю. Пожалуйста, секунд 40-40 держим. Вот. Метафору довольно часто используют. Никто не ссылается на первоисточник. Вот, пожалуйста, я ссылаюсь. Откуда она была видена в русский язык? Так, хорошо. Давайте мы сейчас потихонечку переходим к выводу. Я прошу модератора. Тот, кто с именем отчества и у кого есть вопросы, пожалуйста, сейчас будем отвечать на вопросы. Пожалуйста, посвятите мне, потому что я вижу только часть чата, к сожалению, да? Нет, все нормально. Я вижу просто, наоборот, да. Секунду внимания. Сейчас надо просто найти сначала, да. Значит, Игорь Леонардович. Ваше отношение к системе мышлодеятельности и ее разработчику Щедровицкому. Бывает сделана попытка. Большое спасибо. На мой взгляд, она сделана нерезультативно. Точка. Значит, мне, к сожалению, методологи не смогли мне ни разу повести пример решения каких-то задач. К сожалению, это профессиональный критерий. Если вы можете, пожалуйста, поведите. Поведите, да? Пожалуйста. Ну, повторяю, попытка была сделана. За нее большое спасибо. Спасибо. Далее. Есть разработанная система, выводящая человека из болота, которой не было людей, которые направлены на его, наверное, направление. Значит, скорее декларируется. Есть безумное количество личностных тренингов, на которых это декларируется. Но вы все прекрасно взрослые люди, и вы прекрасно понимаете, что вы прошли тренинг, дальше вы возвращаетесь на вашу работу, на ваше жилье и так далее. Вот по идее, по идее, как раз переключение, такое хорошее переключение, когда меняются очень многие вещи. Но, соответственно, люди себе позволить не могут. К сожалению, позволить себе совершенно не могут. Поэтому деклараций безумное количество. Насчет чего-то обеспособного, вот такая общая рекомендация, заниматься большим делом, которое намного больше вас. Вот это дело, оно вытягивает, оно отсекает ерунду. Отсекает ерунду. Вот что могу сказать далее, далее. Да, при этом очень важный момент, что на какой-то стадии желательно должна быть небольшая группа людей. Не факт, что должны быть отношения хорошие, но они, по крайней мере, в частности хорошие в том отношении, что вот такое семейственное, что ли, да? Они должны друг другу помогать, друг другу толкать и расти. Мне кажется, это очень большое направление и комическое, и научное в 21 веке, но толком это не сделано, насколько я понимаю, об этом многократно говорю, да? Скажите, пожалуйста, граждане, как есть, в возрасте 30-30-х годах, каковы первые шаги для перехода на стадию приличных учеников, если эти граждане не выражают желание развиваться? Мне поставляется, что, вероятно, мы будем пытаться моделировать эти вещи, мы моделировали очень по-разному, и, вероятно, ближе к сентябрю мы перейдем на немножко другой принцип работы, когда будет объявляться несколько тем. Некоторые опыт показал, что когда человек сам выбирает тему, КПД очень низкий. У нас есть несколько опытных людей, которые нужно пройти стадию ученичества. Вот мы будем пытаться делать нечто подобное с сентября, но еще и еще раз повторяю, это происходит путем некого личного труда и, более того, отказа от каких-то некоторых соблазнов. Иначе просто хорошую работу не сделать и себя не переделать. Нужно вырастить большое количество новых нервных связей, даже смотреть психофизиологию. Планируется ли более детально, инструментально для СТРЦЛ? Ну, вот, по крайней мере, те данные, которые у меня, уже сделаны раз в 10 подробнее, но мы эти данные не публикуем. Не публикуем. Да, пожалуйста, идемте дальше. Вы не использовали, чем именно Альшулия, творческая личность? Тем, чем связаны? Ни с чем. То есть, сегодня, может быть, я не использовал. Мы почти ежедневно его используем у нас в социальных сетях. То есть, никаких здесь... Когда просто говорится слово гений, позиция Альшулия пожилого, что каждый человек потенциально может быть гением. Есть такая более спекулятивная вещь, что каждый рожден гением. Это неправда. Это неправда. Это не так, скажем. Но каждый может положить усилия. То есть, по крайней мере, дойти до уровня таланта, я думаю, что большинство людей могут. Дальше просто вопрос правильного направления, наставника на каких-то временах. Ну и правильных шагов. Опыт показал, что большинство интеллигенции самоорганизоваться, к сожалению, не может. При наличии понтов, научных степеней, денег, свободного времени, жизненного опыта, побывания в столицах и так далее. Нет, просматривали Михаил Александрович Орлов, азбука современной тези. Там ошибка на ошибке. То есть, человек просто неквалифицированный. Ну, пункт номер один, как бы, то есть. Вот. На конференцию таких людей не выпускают даже. Вот. Поэтому, если вы хотите осваивать ТРИС, пожалуйста, первоисточники. Никто лучше Альшулера, он сегодня ТРИС не изложил. Не изложил, пожалуйста. Далее. Есть еще опросы, я не вижу. Да, да. И вот, соответственно, очень хорошее высказывание Михаила Веллера. У него есть такая статья, свеженькая статья, свеженькая, он поместил, значит, в книжку своих интервью. Она так и называется. Соответственно, есть некая культура. А вот, есть инстинкты. И, соответственно, одна из возможных мер, я не говорю, что единственная одна из возможных мер, когда мы все-таки прилагаем некоторые усилия, все-таки усилия, и мы поднимаемся над нашими инстинктами. Естественно, инстинкты сильнее нас, они формировались там миллионы лет, и они нас постоянно тянут обратно. Ну, и, соответственно, нужны какие-то гаджеты, какие-то способы, которые все-таки вытягивают нас на какой-то другой уровень, если мы заикаемся говорить о творчестве. Одна из вещей, о которой говорил поздний Альшулер, она заключается в том, что, он говорил, Далят Ильзовцев, как правило, его не слышали. Что, соответственно, решение каких-то задач, это некая промежуточная стадия. И, в принципе, Трис уже прошла эту стадию в 70-х годах 20-го века. И следующая стадия, хотя бы попытка построения некоторой творческой жизни. Это совершенно другой новый этаж работы. Без всякой мистики, без оккультятельной поиска духовного пути, ковыряния в пупке, ну и так дальше, скажем, да. Созерксание дупла, то есть, это все чушь собачья, то есть, как бы, да, я пачками этих людей вижу, то есть, как бы, да, они не в состоянии делать домашнее задание, точка, которое делают семиклассники в разговорах о духовности. Поэтому, соответственно, часть работы он сделал, мы их публикуем, ну, пожалуйста, ориентируйтесь. Ну, ориентируйтесь на качественные работы, потому что Альшулер гений, это бесспорно, уже бесспорно, да, на гениях. Не ориентируйтесь на попсаделов, хотя попсаделы ярче, вот, и легче. Ну, это их стратегия привлечения вашего внимания, да. Ну, идемте дальше, да. Соответственно, скажем, да, значит, вот некая такая экспресс-анализ, который не алгоритмичен, он, скорее всего, интуитивен и опирается на интуицию человека, которому, ну, грубо говоря, 30 лет, и он не вчера родился. Ну, не вчера родился, да. Вот каков, когда вы встречаете человека, вот просто попытайтесь мысленно оценить, каков, вот просто в каком жизненном слое он находит. Еще здесь дело, что когда человек находится в неком таком гениальном слое, то, соответственно, мягко говоря, это видно, это видно, это чувствуется, да. Когда он занимается откровенной попсой изо дня в день, это тоже видно, это чувствуется. Вот надо сказать, что вот этот жизненный слой, жизненные цели, они имеют обратное влияние на личность, потому что когда мы занимаемся этим долго, мы занимаемся этим долго, это начинает отражаться. И люди чрезвычайно отличаются, чрезвычайно отличаются по своим, в общем-то, поведению, появлению и так далее. Вскрыть это невозможно. И, соответственно, где начало отчета от личности? Человек занимается самооправданиями, он считает от соседа, он считает, что он не хуже других, ну, такие полудеревенские, вот эталоны и так далее. Или человек хотя бы пытается, может не получиться, да, это правда, он пытается отсчитывать от людей, которые вообще лидируют в Европе, в мире, в крупном городе, ну, как минимум. Откуда вообще, где точка отчета? То есть, точка отсчета, для на что он аредируется, да? Далее, пункт третий. Чрезвычайно сильно развитый сейчас, к сожалению, это вот различная система самооправдания, психологические защиты и так далее. Вот еще раз повторяю фразу, не с мою, не мою фразу, что вот мастер самооправдания очень редко бывает мастером в чем-то еще. Значит, да, оправдания есть головокружительные, головокружительные, в том числе у психологов, у психотерапевтов, в том числе и у них есть. Вот, нужно об этом знать. Вот, чем меньше оправданий, тем лучше. Оправданий, да? Очень простая проверка. Кому будут интересны ваши оправдания через 10 лет? Даже вам будут они интересны. А глупости делаются сегодня уже. Вот, думайте о себе через 10 лет. Ну, просто-напросто. Все очень просто. Далее. Далее. Оценка профессионализма. Есть ли у человека ссылки на первоисточники? Есть ли у человека ссылки на первоисточники? Вот, соответственно, скажем, вот очень плохой признак. Очень плохой признак, если таковых ссылок не существует. Чрезвычайно плохой. Очень должна осторожиться. И пятое, которое мгновенно делит всех людей на 95, примерно 99 иногда. Небанальное, собственное небанальное решение. Ну, в любой музыке. В литературе, в жирописи, в хореографии на стол. Они есть или их нет? Или вы почетные деятели искусств? И вся жизнь прошла в тиражировании последнего зарубежного журнала. А большинство театральных деятелей именно таковы. Кинодеятели, кстати, тоже. Вот, соответственно, вот эти пять вопросов, они очень жесткие. Они очень правильно настраивают мозги на нужный лад. На нужный лад. Соответственно, скажем, да. Теперь мы переходим к домашнему заданию. Значит, мы выходим на доклады. Соответственно, те, кто хочет выйти на доклады, потому что я должен еще принять эти доклады. Значит, для постоянно работающих. И, пожалуйста, напишите мне письмо. Напишите мне письмо ВКонтакте. Не по e-mail, а ВКонтакте. Новички мне пишут как бы по почте. Соответственно, вы видите этот адрес. А все, кто хочет выйти на доклады, пишут мне ВКонтакте. Потому что нужно очень быстро реагировать. И сейчас, в общем, выставить эту, ну, что ли, сводку докладов, которые мы делаем. Для всех остальных вы видите, значит, как бы ноги питерского Атланта. Значит, да, вот апельсин я положил, чтобы такой был яркий. Очень смачное высказывание актера Джорджа Клуни, который, я думаю, что пока я рассказывал о домашнем задании 128-м, постоянном случае, прекрасно прочитано. Он был совершенно прав. Продолжение следует...